Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Антона. И сегодня первый матч, когда у меня в составе сыграет непревзойденный Эшли Янг. Я купил его за 30 тысяч монет, по-моему. Да, за 28 тысяч монет. Ван Альхатер. Соответственно, я убрал. Думаю, что появилось 2 ЭПК новых. Соответственно, по-моему, Голландская лига появилась и Чемпионшип появился. Ну, соответственно, я жду АПЛ. И надеюсь, что там я уже пополню, смогу, соответственно, и наборов кучу открыть новых. Ну, и, соответственно, обязательно эту АПЛ-ку эту выполню и возьму себе какого-то крутого вратаря. Так, что-то у меня немножко путаница пошла с полузащитниками. Так, да. Слона выпускаем. Запутались ребята. Все, Эрэйра. Правых защитников пока не меняем, они остаются. Ну что, поехали. Матч фут-чемпионса. Итак, соперник в майках Лестер-Сити. Но у него состав не из Англии. Из Англии у него всего лишь пару игрочков, кстати, моих. И левый фланг у него Марсиаль. В принципе, состав из обычных редких игроков. Ноуси. То есть, не говори, что это значит. В последнее время что-то часто соперники сразу как заходят, нажимают паузу. Не знаю, чем это связано. Ну вот уже что-то, по-моему, пятый или шестой матч подряд соперник сразу берет паузу, по-моему. И что-то начинает делать. Так, ну что. Все, соперник готов. Я готов. Поехали, ребят. Все готово к началу первого тайма. Поехали. Посмотрим на состав хозяина. Три нападающих. Это серьезно. Сразу воткнулся. Да, и вот таки им так же будут помогать игроки средней линии. Защита надежно играет мяч отобран. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Что такое? Что такое? Теперь можно начинать свою атаку. Тут может что-то получиться. На пару решили разыграть эту комбинацию. Мбаппе. Вратарь! Вот это сейв! Отлично. Эшли Ян. Пока неплохо. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Ай, ёбка мать. Саншиш. Мбаппе. Может получиться интересная атака. А сейчас вперед можно выйти. Сейв. Но так Фратарь решил отбить мяч. Беги-беги-беги, Санэ. Эх ты. Надо, да, вот еще учить. Кнопку АУТ. Отлично сыграно. Надо решать. Мбаппе. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Андер Эрр. Сон Хэн Мин. Андер Эрр. Варди в своем стиле. Есть Варди. Хотя можно было еще пробежать. И пробить. Так, соперник опять жмет паузу. Может быть он хочет просто выйти из игры. Получить техническое поражение. И тогда мой рейтинг, по-моему, поднимется до серебра 1. А соперник опять на паузе. Не знаю, что там у него за проблемы. Похоже, тренер готов произвести замену. Сделал замену. Может какая-то травма. Не знаю. Навешивает с углового руни. Мяч у защиты оказался. Но вынести мешают. С угловым вообще беда. Тренеру. Навешивается куда угодно. Но только не туда, куда надо. Иван Пиришич. Паулини. Посмотрим за этой атакой. Мбапе. Мбапе. Лерой Санек. И подача туда, в сторону ворота. Я хотел приезжать. Ну что это за прием-то, ёптую мать. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Дембеле. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Паулини. Мбапе. Тащит мяч. Мбапе. Спасает галкипер ворота, но придется ему еще стараться. Что там, в сайт? Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде он был. Ладно, лучше вынесем. Не будем рисковать. Так. Что-то. Дембеле. Это может быть опасная атака. Вперед. Дембеле. Умница вратарь. Сыграл одежда. Мяч отворот отбит. Мяч. Шубал. Я не постоянно передаясь. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Давай, давай, давай. Он накручивает соперников одного за другим. Тормотец. Антони Марсель. Вот как он так это делает? Я не понимаю. Мбапе. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасно. Иван Перишич. Мяч у защитника он сыграл надежно. Сон Хэн Мин. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мбапе. Перишич. Перишич с мячом. Моменту Перишича. Перишич. Да, блядь. Забивает он гол. Да, да, сыграл действительно классно. Блядь, ну, пипец. Преимущество своей команды. Ну, как это забрать, ну, только тут поняк, блядь, что у меня. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Сон Хэн Мин. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Напрашивался этот пас через сцену. Вот это передача. Андер Эрера ее выполнил. Гулакат. Надо сравнивать. Забивай. Твою мать, со мной, блядь. Тебя показывает, что будет у главы. Галкипер выходит и нейтрализует угрозу. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Ну, вот как тут, я не знаю, блядь. Был толп, тут нечего обсуждать, а что насчет карточки. Надеюсь, это не красная хотя бы. Перешич. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Сэмюэль Юм Тити. Паулини. Иван Перешич. Может получиться интересная атака. Он уже, наверное, видел мяч в сепке, а тут на тебя. Сон Хэм Мин. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Да, блядь. Антони Марсиаль. Паулини. Перешич. Не знаю, вот это, конечно, что он убирает по тебе. Хотя и отборов-то больше. У него вообще один отбор всего. Юб твою мать. Ну, блин, ну не получается почему-то все равно. Снова приветствуем вас на чемпионате Фуд Чемпионс Уикенд Лиг. У нас все готово для начала второй половины игры. Джейми Варди. Сон Хэм Мин. Рахим Стерлин. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Ну, собери ты мяч. Иван Перешич. Дембеле. Пока неплохо. Есть адрес у этой передачи. Нет. Я-то научусь его в фильме разгадывать. Перешич. Антони Марсиаль. Андер Эрера. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Рахим Стерлин. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Да, блин. Паулини. Дэнни Роу. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное пространство. Иван Перешич. Мбаппе. Леруа Санне. Атака прерванно. Мяч улетел куда-то в сторону. Есть. Судья не пригоден. В такой ситуации желтая это еще не самый лучший вариант. Подобный подкат чреват нарушением правил. Что и было в данном случае. Ну здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Блин. Переборщил тут тонс. Блин, до этого так же билоти залетал. Это еще странная херь. Так, ну что, убираем игрока с желтой. Мало ли что. Выпускаем быстрых вперед. Ну и в принципе, что? Время уже такое, что ну пора поджимать. 60-й минут прошло. Горю, 1-0. Силый мяч мимо ворот летит. Момента почти нет. И момент упущен. Ну ничего, случается и таки промокер. Больдет ялки танк. Зыгрывает, да елки как он. Клеть. Это может быть опасная атака. Филиппе Андерс. Давай, 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 давай. Ну еб твою мать, как он пьет его там, блядь, успевает. В защите у них явно непорядок. И в штрафной мяч атака может быть опасной. Мбаппе, все правильно, сделал вратарь, просто отбил мяч в сторону. Садио Мане. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вот это да, гола Асанэ. Вот это да, гола Асанэ. Вот это комбинация, ребят. Числи не первый за всю игру. Молодцы. Тут комментатор прав. Первый момент за всю игру. Что тут сказать? Расслабилась команда, по-моему, оборона просела, атака успокоилась. И вот закономерный результат. Просто умеется. Это уже, наверное, миллионное подтвердение. Жалко, не покажет все атаку. И до конца. И до конца. Всегда можно перемотать видео. Посмотреть, как это было. Снова равенство на табло 1-1. Попустить. И ближе к воротам игра переходит. Соперник с реагером. Филипи Андарсон. Пусть здесь какой-то. Чё было, чё? А кто там, кто кого? Его никто не толкал. Лоран Кусильник. Садио Мане. Это может быть опасно. Филипи Андерс. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Нет, да что ты, блин, как? Да, сыграл действительно классно. И воплотил в забитый мяч при имущество своей команды. Ну как это залетает? Ну, блядь, чё ничего не повторять? Даже не посмотреть. Да какой нагой-то махну? Я ничего понять не могу. Андеррер. Чё же будет? Не прошла эта передача мячу соперника. Атака остановлена, но кто получит мяч? Джейми Варди. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Сыграно жестко. Хорошо увидел партнера впереди. Отражает эту атаку, но мяч еще... Ромер! Ну ничего себе! Забивают они! Бывает такой футбольный момент им понадобился, чтобы сравнять счет в этом матче. Вот это загубило, ребят. Фух, какой матч! Снатный гол получился, что и говорить. Очевидно, ошибка обороны. Нужно играть внимательно. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Бальде, Диау, Кейтан. Блестящий отцы играл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Блестящее спасение! Слушайте, летел это в ворота. Со стороны сначала показалось, что летит мимо. И прямо в центр штрафа. Мяч словно приклеился к перчаткам галкипера. Все, 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 все. Все, 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 все. Филиппе Андерс. Посмотрим за этой атакой. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Сзадио Мане. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Бальдэ Диао Кейтан. Для того, чтобы выиграть, остается 5 минут, пока счет равен. Сон Хэн Мин. Джейми Варди. Квинси Промис. Отлично сыграно, надо решать. Понимаю. Лоцарь спасает, но эпизод еще не окончен. Совсем мало времени до конца игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! Тащит мяч, вперед он. Да, ёб твою мать. Защита справляется. Садьо Манэ. Шанс убежать в контратаку есть у команды. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Уверенно действовал в перехвате игрок, и в итоге завладел мячом. Ну дай точку, блядь. Тайм закончился. Нифига, я даже не заметил, как тайм пролетел. Фух, 13 отборов, все как обычно. Ну, приноровился, кстати, к отбору, да, если вы заметили. То отбор мяча, ну да, я допустил пару ростейчик, но в целом видно, что отбор мяча уже налажен. Я уже освоился. Может быть, конечно, это тут не ровнее мне соперник, но я уже играю в который матч в футчемпионс. А это, по сути, финалисты все, да, все, кто зашел туда. Ну и никому я еще пока не слил. Одну игру, одну игру я сильно проиграл, да. Одну. Но все остальные сыграл, в принципе, на равных. Получено, дополнительное время началось. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Садио Мане. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Сане. Нужно забивать и выходить вперед. Это момент. Гол. Ребят, я просто помолчу. Просто изумительное получилось. Это было изумительное. И выход один на один прекратит. Это было просто изумительное. Фух. Ну и вот сыграть ли 5-3-2 или что сделать, как быть. Давайте я нажму на паузу и подумаю. Давайте попробую. Все-таки я, в принципе, играл так в 17-ю версию. Неплохо получалось. Так. Понятно, что промыс. Так, сон. Выпустим Рэшварда в серединку. Ну что, на контре как сыграем. Отойдем домой. В радаре тут уже ничего не мог поделать. Жажду, чтобы гол показывался не самого начала. На самом деле, не в голе, а в самой комбинации. 5 головоков забит в этом матче. Счет 3-2. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Кейта Бальдей! Невероятное спасение! Угловой. Время матча истекает. И этот угловой может оказаться спасительным для команд. Здесь прессинг. Защитник тут хорошо поработал. Выиграл аут. Мбаппе. Бальдей, Диау Кейта. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Это может быть опасно. Филиппе Андерсе. Давай, 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 давай. Туда, 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 туда. Мбаппе. Нет, не дошел. Это пас до адреса. Ух. Промес. Мане, забивать нужно! Ух, какой отбор! Пау Ленин. На пару решили разыграть эту комбинацию. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасная атака. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Всего две минуты осталось провести команду на поле. Именно столько добавил судья. Кейта, Бальдей! Хороший пас Варде отдает. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И это должен быть гол! Ух, как не забудь такой! У команды минимальное преимущество. И если сейчас они забьют интриги в матче Нест. Так, как ты поймал-то, блядь? Забирает мяч. Какой верняк. Фух, ну игрища, а. Вообще не продохнуть в этой фут-чемпионсе. До конца игры остался только 15-ти минутный тайм. Может получиться интересная атака. Хороший вынос мяча из штрафной. Джейми Варде. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Следует скидка. В защите у них явно непорядок. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Фух. Рахим в стены. Джейми Варде. Садио Мане. Неплохо действует игрок, мяч отобранный. Что дальше? Тут может что-то получиться. Кенальти, что ли? Кенальти, блядь. Судья уходила на точку и игрок отделался лишь лёгким испугом. Ну и в данной ситуации, блядь, ну я подгоняюсь вот на этих ударах. Наверное, необходимый и достаточный мерой наказания. Удар с 11 метров и гол. Сейчас реагирует успел. Чёрт. Блин, ну как обидно, а всё-таки, как обидно. И ещё снова равный. Ну и сценарий у нас, а? 7 минут осталось командам провести на поле в этом добавленном тайме. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Посмотрим за этой атакой. Бей и выводи команду вперёд! И мимо ворот мяч идёт. Да, и стоит всё-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. 5 минут ещё осталось командам провести на поле. Мечи-то выгодить не можешь. Мбаппе. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Паулини. Пока неплохо. Да ёб твою мать, бля. Ой, блядь, что за уродство, блядь. На любой вкус сегодня были у нас голы, и я уверен в своё уродство. Её же мать, блядь. Просто, блядь, обиднее сложно. 2 минуты добавить поражение, блядь. Сука. Вот ушёл, блядь. Ну что, последний шанс отыграться. Санэ. Сейчас надо сравнивать. Все в штрафную. Даже Галкибер пошёл. Пипец, блядь. А ну что за уродство. Ну вот ушёл, ну вот всё. Я больше не буду. Всё понятно. Ушёл, блядь. Я лучше бы играл, блядь. И были бы шансы, может, забить. Ну, опять, пипец. Ой, тупо, нет, блядь. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Без проблем играет на выходе вратарь, мяч в его руках. Ну, обида, конечно, блядь, ребят, ну, блядь. Что жаль. Ой, блядь, ну что с такой-то? Лучшим образом в итоге упущена возможность поправить своё положение в мировом рейтинге. Тренера, конечно, этот факт должен расстраивать, но, возможно, временное исправление ситуации ещё не будет. Кирюбин и перешечь, блядь, три мяча забил мне. Ой, ладно, ребят, ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Но всё ли команда сделала для того, чтобы не проиграть? По-моему, я сделал всё, чтобы не проиграть. Юргий, я с тобой здесь согласен. Обидно.